В эфире программа «Новина региона» в студии Кристина Кранкевич. Вітаю вас и в этом выпуске. В эфире программа «Новина региона» в студии Кристина Кранкевич. В «Новина региона» в студии Кристина Кранкевич. В mojeю пляцовку начали самые трагичные сторонки нашего исторического минулого геноциду беларуского народа. В 2022 году на законодавчем узровне было замотка на недопустение реабилитации нацизма. Но на этом работа не постепенно. Как отзначили у делники Координационного совета громадских объединений и политических партов Могилевской области, Эту важную тему отримывается захавать актуальной. Тематичные экскурсии, лекции, музейно-педагогические занятки. Молодцы необходимо ближе и знакомить с нашей историей. Когда они это воспринимают, когда ставят себя на место тех детей войны, то это колоссальное эмоциональное воздействие происходит на детей. Я хочу сказать, что сегодня мы работаем с молодежью, с молодежным крылом, мы работаем с современниками и доносим эту историческую память, доносим весь контекст происходящих событий. Шмадетная мать из Климович звернулася до керовника в области со скаргой на якость ремонта квартиры у Новобудовлі. Анатолий Садченко накерував у районный центр областную комиссию. С которой выехала и наша здимуточная группа. Жанна Федоровна побудовала квартиру с Диарш-Потримка, как шмадетная мать. Новоселье справила на початку этого года и одразу написала претензию относно у выходных дверей. На металлических дверях расположены вот такие сколы везде. У райвы конками, хоть и лечить зворот необоснованным, все ж таки обовязали бутауничью организацию за свои сродки замянить дверы. Идем навстречу, учитывая, что многодетная семья, четверо детей, идем навстречу, дверь меняем. Двери уже сегодня прибыли на объект, будут заменены. Далее ламинат. Во усе экватеры Жанна Федоровна указала только на два месяца. Если мы смотрим на ламинат, мы видим, что вот деформация ламината. Она вся. То есть он лежит, вот, такое вот ощущение, как будто он неправильно лежит. И на реште электроплита. Жанна Федоровна потребует совсем новую. Былую после ремонта забирать не жадая. Было выдано заключение, что плита пришла в негодное состояние из-за того, что было залитие продуктами питания. То есть, после того, ее бесплатно отремонтировали, учитывая, что многодетная семья пошла на уступки, что привели в исправное состояние. Привезли, Жанна Федоровна отказалась ее принять. Мотивировать тем, что я не согласна, давайте новую плиту. Я вам не давал разрешения ее ремонтировать. Это одна покаялка. У ее живут матьи и четверо ее детей. У райвы канками лечить. И дверы, и падлога, и плита пошкоджены у процессе эксплуатации. Як, да речи, и шпалеры во всей квартиры. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов. Новины региона. Члены молодежного парламента при Могилевском городском совете депутатов разом с молодежным активом пришли в гости до телерадиокомпании Могилеум. На экскурсии юные парламентары доведались, как створаются новины, попробовали себе у роли телеведущих и приняли уделу доброчинной акции. Саграем детящее сердце. Телерадиокомпания Могилеум добро разумея важность працы с молодеум. Тому запросила до себе молодежный парламент. Отколь берутся новины, як распознать фейк, як не заблукать у интернете. Молодь, тяка ведь усе. А у сердца телеканала, студии, юные парламентары и доведались про некоторые сокреты працы у промым эфиры и отказности за кожное слово. Конкретно в вашей студии я первый раз. Мне было очень интересно прогуляться по ней, посмотреть на то, как работники выполняют свою работу, как у вас все здесь кипит, сколько у вас здесь различных атрибутов, всяких призов, дипломов и так далее. Атмосфера. Вот это вот дружеское, когда каждый вроде бы занят своим делом, но в то же время, ну, очевидно, все друг другу отвечают, все готовы помочь. Это очень классно. И вот даже сейчас, когда мы были здесь, в студии, где новости записываются, ну, такая энергетика вообще очень классная, очень заряжает. Гости телестуды и школьники, али с активной житевой позицией. Про социальные сетки «Беларусь-4 Могилёв» яны доведалися, про что готовый телемарафон «Саграем дитячее сердце», який селета пройдя 15-го снежня, и пожадали стать часткой флэш-мобу у патрымку доброчинной акции. Я перевела. А вы? Я считаю, это очень хороший вклад в данную индустрию благотворительности, потому что больше людей сможет узнать все-таки, как и взрослых, потому что взрослые тоже многие не знают, так и молодежи, которые сидят на данный момент в соцсетях, в интернете, они смогут узнать много об благотворительности. Я думаю, что это действительно важно для даже молодого поколения, воспитывать в них вот эту вот частичку доброты в душе каждого человека, чтобы люди действительно понимали, что вокруг них также есть другие люди, которым нужно помогать, потому что не все люди могут помочь сами себе, и мы должны воспитывать в себе то чувство милосердия и сострадания к ближним. У телерадио-компании «Могилёв» працует шмат молоди, тому подобные сустречи натхняют на новые идеи и проекты. Это очень важно, так как есть запрос от молодежного крыла увидеть изнутри, посмотреть, как формируется контент, как формируются наши областные республиканские новости, и это очень важно. Сустракали гостей Ганна Петрова-Куминская, Леонид Секорен. Новины региона. Могилёвчане Виктор и Эльза Гаурушенко отзначили «Золотое веселье». Для урочистой регистрации 50-го дня шлюбу пара выбрала не городский ЗАГС, а музей этнографии. Там заховываются шматлики працы Эльзы Гаурушенко, а на урочистости с нагоды «Золотого веселья» Могилёвчанка представила свою новую книгу. Виктор и Эльза Гаурушенко ожанилися у 1973-м годе. Яны пройшли усе житёвые тяжкости и узгадавали каханням, проверанное часом. В жизни всё бывает, разное, неурядицы, всё. Надо находить, международный компромисс. У Эльзы и Виктора дружная семья – двое детей и четыре унука. Великая семья собралась на урочистой церемонии, как повеншовать золотых юбиляров. Унуки кажут, что с бабулей и дядулей яны что дня берут приклад. Мне кажется, это очень сложно было, но они справились. 50 лет – это большая дата. Я горжусь ими. Всё лето у отдела городского ЗАГСа зарегистровали 22 золотые юбилеи. Але 50-ти годзи суместного життя Виктора и Эльзы лечить особливым выпадкам. Что касается семьи Гаурушенко, то они особенные. Именно 6 декабря 1973 года они поженились. И поженились в городском бюро ЗАГС города Могилёва. И весь их жизненный путь связан с нашим любимым родным городом. У Могилёве Эльза Гаурушенко ведома як майстер по бисероплятеньям. А теперь ясча и аутер книг по бисерным рукоделиям. Разрабатывает собственные приёмы вот этого рукоделия, образцы этих рукоделий, делятся этим всем со всеми желающими. И мы уже не первую книгу представляем широкой публике. Эльза Гаурушенко лечить, что семья и праца – неподдельная речи. Бокалист именно витам муж подтримав я ее у творчих починаниях. А сёння шматликие работы майстра заховываются у музея этнографии. Поверили у соправдную любовь Ганна Петрова Куминская, Леонид Сикорин. Новины региона. У музея этнографии Могилёвского областного краизнавчика музея имя Романова открывается фотовыстава «Зимовые забавы». У фотовыставе «Зимовые забавы» берут удел мастаки с Могилёва, Осиповичев и Минской области. 10 майстров представляют белорусское громадское объединение фотографов у Народной фотоклубы «Вяселка и Раница». Фотосдымки от 1962 года до 2023 года уключна. Тому черно-белая и коляровая разом. На их Новый год – калятки, святочные гунни и зимовые забавы. Головные – радостные и веселые люди. Зима до нас пришла сё лета рано и энергична. Великие снеги, легкий мороз. А тому самый час, натхнившись от судовными фотосдымками розных годов, отримать свои эмоции от зимних забав. А выстава, нагадаем, працует в музее-этнографии Могилёвского областного краезнаучного музея. На Могилёвщине активизовалась праца по уборцам ледяшоу. Великая колька снегу на дахах домов и великие ледяши представляют соправдную небеспеку для людей. Я никогда не помню, чтобы сосульки сбивали в начале декабря. Февраль, март, месяц начало марта. Ну, никак не в декабре, в начале декабря. Начало зимы и такие сосульки метро – это просто ужасно. Учаск працы специальной техники территория в окол огороджена червоной стушкой. А в подъезде стоит человек, який не дозволяя выйти. Жильцам на улицу, поколь вядутся работы. Гэта обовязковая мера безпеки. Сам дом теплый, крыша теплая и теплее, чем температура на улице. В связи с этим происходит тайное. Як поведомили во управлении коммунальных предприемств, у Могилёве працуя больше за 10 одинок. Специализованные техники жрэ у Кастрышницкого и Ленинского районов, а так само зеленбудах, арсвета, при необходности, аутогидропадъемники будут наймать у інших предприемствах. Татьяна Сергеевич, Леонид Секорин, Новины региона. Четыре золотые и два сребраные медалей. Такий выник юных спортсменок Могилёвской городской здюшар Багима на турниры по Мастацкой гимнастыце памяти заслуженых тренера СССР Ларисы Гадзиевой у Минску. Турнир собрал больше за 200 ведучих гимнасток от 7 до 15 годов с Беларуси и России. На турниры памяти заслуженных тренера СССР Ларисы Гадзиевой было разыграно 15 комплектов «Узнагород». Юные спортсменки выступали за бручом, мячом, скакалкой и булавами. Много всяких наград. Я выступала второй раз сейчас на Гадзиевой, была на Республике Беларусь, на всяких турнирах, на соревнованиях, на кубке. Самые мои дорогие награды – это с «Хрустальной розы», с «Мариной Лобач» и вот этот прекрасный турнир Ларисы Германной Гадзиевой. Как домахчись о той самой легкости, якую вы бачите на споборництвах, потребная гады руплевых тренировок у гимнастичной зале. Сначала получить КМС, потом мастера спорта. Хочу очень хорошо тренироваться, чтобы у меня все получилось. Какие рамки бы ни были поставлены, мы все равно будем трудиться. Организовываются сейчас, вы же знаете, что были игры СНГ, теперь дружбы будут, турниры. Теперь с Россией очень много организовывается турниров. Потом приезжают к нам Азербайджан, Казахстан. Ну и вот как-то пытаемся, конечно, организовывать это. Для юных спортсменок турнир – это выдатная махчимость показать себе и набыть споборницкий опыт. Алина Бабарыкова, Леонид Секорин, Новина региона. Не глядяши на снежное надворы, у могилевских висляров протягивается тренировочный процесс, чтобы не стратить форму с байдарок и каное, они пересели на тренажеры. Есть тут и свои споборництвы. На одном из самых видовичных турниров в этом виде спорта побывала наша сдымышная группа. Так выглядит стафета по академичных греблин на тренажерах. Намагание употребуется не меньшим на воде за выник отказывая силовая и атлетичная готовность спортсмена. Задача – сделать как можно больше подыходов и у большинства удельников. Сил на приконце подобного сухого заплыва не застается. Нет, это, конечно, не скучно, потому что работа в зале помогает на воде показать лучшие результаты. Не стратить форму в межсезонье вислярам допомогают тренажеры. Тут можно докладно располновать тренировочный процесс, есть и стандартные, так и персональные настройки. На выбор долженят дистанции, интервалы, час и навод затраченные калории. Вот, например, ставим дистанцию какую-нибудь, вот, допустим, 500 метров. И вот тебе, например, нужно проехать вот 500 метров 10 раз с отдыхом через минуту. Это основной подготовительный период, потому что мы как бы круглогодичный вид спорта. Есть страны, которые ведут полноценную подготовку всегда круглый год на воде. Но наш тренажер, он позволяет себя дальше, как бы, не останавливать, а развивать в дальнейшем. Гэты этап с поборництву областны. Лепше спортсмены протягнуть выступления на республиканским турниры у Минску. Гардия Ягору, Александр Артемьев, Денис Жавина, Новина Региона. И при надворе у субботу, у ночи и у раницы. По территории в области чекается мокрый снег, местами слабый туман и гололед. День переважно без опадков. На дорогах гололедится у ночи до минус 10, у день минус 2-7 градусов. У неделю так само чекается невеликий снег. Ветер крыху взмацнится, а температура у таких же межах до минус 7 у день. И попередня наступный тыдень пронесе мокрый снег и навод невеликий плюс. Актуальные новины в области на нашем сайте и у телеграм-канале Беларусь4Могилю. Так само глядите нас у социальных сетках. А я на этом с вами развитвуюся. Дякую за увагу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok